Добрый день! Вы много раз слышали о том, что нужно быть внимательным в шахтах. Я с этим полностью согласен. Внимательность – это главное качество, которое необходимо шахматисту, но, к сожалению, сказать, что нужно делать легко, а вот сказать, как это сделать, гораздо сложнее. Вот как стать внимательным по шелчку пальцев – это не происходит. Сегодня я попробую дать, наверное, самый важный совет, как повысить свою внимательность в шахматах. Для этого мы с вами разберем концепцию неожиданных взятий. Когда соперник совершает какое-нибудь взятие в ваш адрес, и вы уже думаете о том, как автоматически его бить, просто проговорите себе, где тут неожиданное взятие. Ну, или просто фразу «неожиданное взятие». Смотрим. В этой позиции белые пришли, слон бьет С5. Забегая вперед, это не самый точный ход. Большая часть новичков автоматически бьет ровно там же, где их побил соперник. Почему? Потому что, к сожалению, после хода соперника наше поле зрения сужается, и мы видим квадратик 2 на 2 клетки. Если очень сильно повезет, то, может быть, 3 на 3 клетки бы видел квадратик. Напоминайте себе, что в шахматах все-таки квадрат доски 8 на 8. Это очень важно держать в голове. И проговаривайте себе фразу «где тут неожиданное взятие?». И если посмотреть, то тут не только взятие на С5 есть, но и взятие на Б3, которое к тому же идет с шаха, к тому же уничтожает защитника слона. И в конце концов черные остаются с лишним материалом, с лишним слоном. Посмотрим второй пример. Только что белые совершили взятие на F6. Автоматически рука тянется побить GF. Почему? Потому что у нас опять поле зрения очень сузилось. То есть мы видим квадрат, дай бог, чтобы 3 на 3. Но мы проговариваем себе следующую фразу. У нас 8 на 8 квадрат. Где тут неожиданное взятие? Мы видим, что у нас ферзь бьющая фигура. Мы видим, что у нас пешка бьющая фигура. На этом этапе нам достаточно только увидеть, что эти взятия есть, остановиться, посчитать. И мы увидим, что если мы берем пешкой коня, тоже неожиданное взятие и ту же фигуру, как мы и собирались бить. Только теперь у соперника под боем два слона. И, соответственно, одного из слонов мы забираем, остаемся с лишней фигурой. Посмотрим третий пример. Только что черные взяли коня. Естественно, рассчитывая на автоматическое взятие. Ну и может быть где-то там построить некое подобие крепости. Ну понятно, что позиция в принципе у черных здесь сомнительная. Но все же. Но, опять же, мы не автоматически смотрим на квадратик 3 на 3. Напоминаем себе, что доска в шахматах большая. 8 на 8 все-таки. И проговариваем фразу. Где тут неожиданные взятия? Смотрим. И выясняется, что у нас кроме пешки еще бьющая фигура ферзь. Он стреляет на коня. Он стреляет далеко на пешку же 7. Соответственно, видя такое, мы чуть-чуть посчитав, обнаруживаем, что кушая пешку, мы нападаем на ладью. То есть конь никуда укрикать не будет. Ладья будет смыслаться. А затем мы кушаем коня. Благодаря концепции неожиданных взятий выиграли пешку. Да и в целом оставили короля соперника без ракировки. Итак, главный совет, как стать внимательным в шахматах, проговаривать себе про неожиданные взятия. Когда вы собираетесь автоматически кого-то кушать в ответ, помните, что доска в шахматах – это не квадратик 3 на 3, а квадратик 8 на 8. И проговаривайте себе вопрос. Где тут неожиданные взятия? Сконцентрируйтесь на этом, и вы заметите, как ваши результаты значительно улучшатся.